Рассказ двое Иногда так скучно и одиноко, даже и не знаешь, что и делать, как поднять себе настроение, как встрепихнуть свое тело, чтоб на лице появилась улыбка. Сижу сейчас в компании друзей, разговариваем, и, казалось быть, должно быть весело, но нет. Впрочем, кому как. Мне в данный момент грустно и одиноко. Впрочем, разговор идет о том, что я слышал, тысячу раз. Что же делать? Уйти от ребят? Начнутся вопросы. Куда пошел? Что будешь делать? Придешь ли еще? А потом кто-нибудь скажет. Посиди еще с нами чуть-чуть. Ох, как я это не люблю. Не люблю, когда меня кто-то упрашивает. Придумал. Посижу еще минут десять и пойду отдыхать. Лягу на кровать, включу телевизор, пощелкаю каналы, найду что-нибудь интересное, посмотрю и усну. От ребят исчезну, как ветер. Без ответа, без привета. Уйду по-английски. Просто улечу. Стоп. А это кто такая? Какой приятный голос. А как смеется она забавно. Задержусь-ка. Познакомлюсь с незнакомкой. Привет. Сказал я. Привет. Ответила она. Наши взгляды встретились. Глаза незнакомки сияли жизненной радостью. Они были такие глубокие и бездонные. В них можно было утонуть. Она моргала. Так загадочно своими ресницами. Чуточку стеснялась. И делала такое задумчивое лицо. Казалось, как будто эта девушка с другой планеты. Ребята сидели и молчали. Слушали нас. Я же, как Марк Антоний, знаменитый римский политический деятель и полководец, вступил в переговоры с незнакомкой. Александра. Саша. Красивое имя. Мы разговаривали. Я спрашивал. Она отвечала. Потом мы менялись ролями. Она спрашивала. Я отвечал. Мы смеялись, улыбались. Было такое ощущение, будто мы знакомы были очень давно. На некоторое время потерялись, расстались и сейчас неожиданно встретились. О боже. Я даже забыл о своих друзьях. Забыл о времени. Мне казалось, что мы вдвоем. Она и я. Люди все исчезли. Я не замечал никого, кроме Саши. Мне было так хорошо. Что со мной происходит? Да нет. Я не влюбился. Просто давно так ни с кем не разговаривал. Я встретил родственную душу. А ты на какой улице живешь? Спросила Александра. На юбилейной. Ответил я. Да это недалеко от меня. Продолжила Саша и улыбнулась. У вас там красивый парк. Да. Парк красивый. Мне тоже он нравится. Живу я, можно сказать, в лесополосе. Кругом деревья, птички поют, воздух свежий. Да и погулять есть где. А ты была в наших краях? Тут ребята рассмеялись. Я что-то не то сказал? Че смеетесь, окаянные? Нахмурил брови. Спросил я. Да все то, Антох. Просто вы с Сашей живете на одной улице. Можно сказать, соседи. Сказал Вадим. И посмотрел таким невинным взглядом. Да ладно вам. В своем районе на своей улице. Я всех знаю. Но если я не знаю, то видел. Думаю, я бы запомнил эти зеленые глаза. Неверующий Фома. Понятно. Сказал Саша. Но я правда живу на юбилейной улице. В доме 45Б. Ну а если не веришь, то могу показать. Я посмотрел на часы. Почти двенадцать ночи. Завтра рано вставать. Идти одному не хотелось. И я ответил. Да. Я неверующий Фома. Вот сейчас прям пойдем. Покажешь, где ты живешь. Пойдем. Сказал Саша. Мы попрощались с ребятами. И направились к выходу. Выйдя на улицу, я подумал. Какой дорогой мы пойдем? Разница была лишь только в пяти минутах пути. Я посмотрел на Сашу. Сделал жест руками и промолвил. Прошу. Предоставляю тебе сделать выбор нашего ночного путешествия. Саша вновь улыбнулась. И так играючи сказала. Пошли. Сияющие огни сопровождали нас в пути. А нежный теплый ветерок трепал Александре и волосы. Мы шли по набережной. Машины, пчавшиеся навстречу, казалось, как бы притормаживали. Словно боялись нарушить наш покой. А потом медленно отъезжали и пропадали вдали. Было так тихо и умеренно. Хотелось взять Сашу за руки и кружиться с ней под шум течения реки. Под шум автомобилей. Все эти звуки сливались с вечерним пейзажем. И казалось, что они звучат для нас. Мы шли не спеша, замедляя шаг. И как бы я ни хотел, как бы мне не было хорошо, в этот вечер я услышал, как Саша сказал. Вот мы и пришли. Эти слова меня словно разбудили. Я посмотрел вперед. Перед нами стоял пятнадцатиэтажный кирпичный дом. Он был похож на громадного монстра, который вот-вот захватит, заберет Александру в свои объятия. Бороться с этим монстром было бесполезно. Он был огромен. Я посмотрел на Сашу. Ее глаза были полны грусти и печали. Уже не было тех искринок, которые блестели час назад в ее глазах. Не было и лучезарной улыбки. От этого сердце мое сжималось. Сжималось, и мне стало так грустно. Мне хотелось обнять, прижать Александру к себе и прошептать. «Сашка, все будет хорошо. Ты только верь в это». Наступившая пауза длилась недолго. В этот момент мы просто стояли и молчали. Смотрели друг на друга. «Я пойду», – сказал Александр, отводя свой взгляд на входную дверь подъезда. «Мы еще увидимся», – спросил я. «Вроде я никуда не собираюсь уезжать». «Наверное, увидимся», – ответила Саша. «Вот тебе мой номер телефона. Звони, если вдруг захочешь поговорить, встретиться». Нежный ветерок надежды падал на меня. Стало почему-то так легко?» Я промолвил с улыбкой на лице. «Беги. Я обязательно позвоню». Саша неспеша отправилась к подъезду. И через несколько секунд она исчезла за стальной дверью. Я проводил ее своим взглядом, постоял несколько секунд у подъезда, закурил сигарету и отправился домой. Я шел и думал. Саша не выходила у меня из головы. Сегодняшний вечер мне показался мимолетным мгновением, как сом, приснившийся ночью. Мне хотелось свернуться. Мне хотелось позвонить Саше. И я хотел слышать ее нежный, ласковый голос снова и снова. На столе стоял налитый чай. Я смотрел по телевизору выпуск новостей. Переключив канал, я увидел, что наши киношники сняли новый фильм. Будем вместе, пока ночь не разлучит нас. Надо пригласить Сашу в кино. Сто лет в кинотеатр не ходил. А может она составит мне компанию? Подумал я. Время уже много. Напишу смс. Спрошу ее. Может она еще не спит? Может ответит? Нет, я не сплю. Тоже смотрю телевизор. Покупай билеты. Пришел мне ответ. Включив компьютер, зайдя на сайт афиши, я выбрал фильм. Место, время. Распечатал забронированные билеты и написал очередную смс. Фильма в просмотре, которые я хотел посмотреть, не было. Я выбрал другой. Буби Ранг. Фильм старенький, но я его не смотрел. Надеюсь, он тебе понравится. В субботу завтра, в 21.30, начало сеанса. Как мы с тобой встретимся? Мне зайти за тобой? Ого! Не ожидала, что ты так быстро пригласишь меня в кино. Завтра я хотел поехать к подруге в гости. У нее день рождения. Мы хотели посидеть. Давно с ней не встречались. Жди меня около кинотеатра. Я приду к началу сеанса. Хорошо. Буду тебя ждать. Не опаздывай. В ответ я получил смалик. Милую такую улыбку и пожелание сладких снов. Сказочных снов. Саша, не забудь. Я очень жду. Ответил я с улыбкой на лице. Я долго не мог уснуть. Думал, размышлял. Какие цветы купить? На интересный фильм пригласил ли я Сашу? Как произойдет наша встреча? Лежал и думал. Ворочась из стороны в сторону. Не помню, как уснул. Проснулся я от шума, который раздавался в соседней квартире. Дядя Боря опять затеял ремонт. Что на этот раз затеял делать? Я даже боялся представить, так как шумел он громко. Снова подумал о Саше, а вечернем проведенном вечере с ней я уже как-то соскучился. Мне хотелось ее вновь увидеть. Стрелки на часах перебежали на одиннадцать. Доносилась привыкшей уже к уколу кукушки, вылетевшей из часов. Просыпаюсь, встаю, подумал я, иду завтракать, а потом отправляюсь в магазин. У меня же сегодня вроде как свидание, нужно купить цветы. Завтрак, приготовленный мною, макароны с подливой, был вкусным. Я поел как воробей, есть просто что-то не очень хотелось, было как-то душно, жарко, и щеки горели, как будто меня кто-то ругал. Умылся, составил список покупок и отправился в свое дневное путешествие. Не очень люблю я ходить по магазинам, а еще не люблю торговаться с продавцами. Никогда не знаешь, кто кого обманывает, несмотря на свое не хочу, вот я уже бродил по рядам КРТ. Делая покупки. Зайдя в цветочный раздел, я наткнулся на цыганку. Лет тридцати восьми она торговала цветами. Бросив на меня свой пронзительный взгляд, она сказала, «Не проходи мимо, уважаемый!» Она словно околдовала меня. Я подошел к цыганке, на витрине у нее стояли такие красивые розы, аромат их, наверное, разлетался на несколько километров. Мне так захотелось купить букет красно-желтых роз и подарить их Саше. Рука сама полезла в карман. Достав кошелек, я вытащил пятитысячную купюру и уже стал протягивать ее продавщицы, как вдруг цыганка остановила меня. «О, уважаемый! Красивый букет ты выбрал, но тебе нужен другой. Поверь, в цветах я знаю толк, вижу по твоим глазам происходящее. Тебе я не могу сказать ни слова, но помни наш с тобою разговор. Вот, орхидей букет бери, преподнеси букет в вечерней тишине, дари по одному цветку, произнося прекрасные слова. Слова придут к тебе при лунном свете. Подаришь все цветы, случится чудо. Бери, в цене я даже уступлю». В голове все мысли перевернулись. Блеск в моих глазах, интересный, на мой взгляд, загадочный и романтический способ при поднесении цветов был мне по душе. Я улыбнулся, произнеся «Беру букет орхидей». В ответ цыганка блеснула своими глазами и с лучезарной улыбкой произнесла «Счастье тебе!». Ее пронизывающий взгляд я ощущал, пока не сел в такси. Было даже как-то не по себе. В голове был такой переполох «Приподнеси букет в вечерней тишине. Дари по одному цветку». Произнося прекрасные слова «В мою голову ничего не лезло». Букет был большой. А у меня в голове сидела одна лишь фраза. Предложение. «Это тебе. Я тебя люблю». Просто кошмар какой-то. Подъехали. В дом на скамейке собрались все пенсионеры. Слухи обеспечены. Подумал я. Вот и тетя Маша, возглавляющий главарь банды. «Здравствуйте!» Сделав серьезное лицо, направляя свой взгляд в самый очаг, произнес я. «А теперь ноги в руки. Надо бежать!» Скомандовал я себе. «Здравствуй!» Уже слышал я в ответ. Закрываю входную дверь подъезда. Фу! Пронесло. Заперликала мелодия на телефоне. «Твой голос, родной, для меня лучик света. Зимой согревает, как будто бы лето. Ты делаешь жизнь мою яркой и звонкой. Когда говоришь мне, скучаю, сестренка». «Антош, привет!» «Никуда не выходи. Через полчаса приеду. Нужно поговорить. Хорошо, жду. Ставлю чайник». Неспроста Дарья в гости едет. Уборку надо наводить. «Выходные тоже называются», подумал я, одевая тапочки. Создаем деловую обстановку, включаем стиральную машину и отправляемся мыть посуду. «Ого!» «А кому цветочки?» «Мне!» «Даша!» «Меня на день рождения пригласили». «Вот купил». Чуточку соврал я сестре. «А у кого день рождения?» «Ты не знаешь ее. Это знакомая Вадика». «А во сколько идешь?» «Что за допрос, Даня?» «Вечером иду. Восемь». «Ты хоть балда в воду поставь их. Завянут же». «Да шуль, поставь, пожалуйста». «А как пахнут?» «А куда вазу дел?» «Я?» «Нет, она зачем?» «Там и стоит, где стояла». «Иди садись чай пить и рассказывай, что стряслось». Позвал я сестру. Увлекательная беседа началась. Даша начала свой рассказ издалека, но я почему-то чувствовал, что она приехала не просто так поговорить. Чтоб не терять времени, я задумал готовить ужин на вечер. На три минуты отвлекся, чтобы загрузить в стиральную машину белье, и Дашуля заняла мой пост шеф-повара. Тем самым, обезоружив меня, мне пришлось сесть на табуретку и внимательно слушать ее рассказ. Время потихоньку бежало. Я отключался, задумывался над словами цыганки, но все же слушал сестру. Наконец Дарья перешла к главной теме. Покупки, кредиты, зарплата. Все понятно. Надо добавить на шкафчик в прихожую. Я отдам частями. Спасибочки. Поцеловав щечку, проговорила радостно сестричка-лисичка. Ах, а может мне остаться погостить? Ужин готов. Выключая духовку, сказала Дарья. Оставайся. Гульнем. Деньги у тебя сейчас есть. Раздался смех. Нет, поеду. Выбрут же без меня мужики. Раздался глубокий вздох. Поеду. Желаю тебе хорошенько погулять. Сильно не напивайся. Позвони маме. А то волнуется. Надо ехать. А так не хочется. Я тоже вздохнул и тихо сказал. До встречи. Звони, если что. Закрыв входную дверь, я отправился вешать белье на балкон. Вернувшись, поставил таз, сел на спинку в ванной, задумался, вспомнил прошлое, вспомнил детство. За несколько минут перед глазами пробежала моя жизнь. Сколько всего было радостного. Конечно, и грустное, и печальное было. Но о плохом в тот момент не хотелось думать. Я приподнялся. Посмотрел в зеркало. Открыл кран с холодной водой. Умылся несколько раз. И опять начал думать о встрече с Александрой. Скоро восемь часов. И надо будет выходить. А я какой-то рассеянный. Как с улицы бассейна. Не знаю, что и надеть. Так будет жарко. Так будет холодно. А так вообще, как в ЗАГС пойду. Решил, побреюсь и оденусь, как обычно. Джинсы, футболка, ботинки. Ну и прихвачу еще пинжак. Звонок прозвучал как раз вовремя. Едва я открыл входную дверь, звонил Саша. Я радостно ответил. Да, я уже выхожу. Из трубки доносились звуки музыки. Мужские голоса, смех. Антон, прости меня. Но сегодня я не смогу с тобой сходить в кино. Не жди меня. Мне ужасно жаль. Но я думаю, ты все поймешь. Снова раздался мужской смех. Горли у меня все пересохло. Подожди. Раздался голос Александры. Набрав грудь воздуха, я улыбнулся и проговорил. Да нет, все нормально. Я все понимаю. Ты ни в чем не виновата. Сходим в другой раз в кино. Ну а сейчас иди к подруге. У нее ведь день рождения. Ты обиделся? Спросила Саша. Нет, ни грамма. Ответил я. Конечно же я соврал. Было обидно и больно. Саш, тебя все ждут. Пошли. Раздался в трубку приглушенный женский голос. Прости меня, снова проговорил Александра. В ответ я сказал беги и положил трубку. Наступила какая-то пустота. Я сел на тумбочку. Почему-то в этот момент захотелось выпить. Выпить и про все забыть. Отдохнув, собрался мыслями, я решил отправиться в бар, который находился в соседнем доме. Медленная и спокойная музыка играла в баре. Народа было не очень много. Тихо сидела справа компания молодых людей. Я подошел к стойке бара. Взял бокал пива и сто грамм фисташек я начал пить. Вспоминая прошедший сегодняшний день. Допив налитый бокал пива, я купил бутылку водки. Потом встал, отправился домой. Знакомых среди присутствующих не оказалось. А пить в одиночку в баре как-то было не по себе. Да и делиться сегодняшними событиями мне что-то не хотелось ни с кем. Придя домой, щелкнув кнопку пульта, я включил телевизор. Поставил бутылку на стол, сел на стул, но пить, сказать честно, как-то не хотелось. Пойду остыну, приму душ. Говорят, помогает. Скомандовал я себе тихо. Стройки теплой воды падали мне на лицо. И потом быстро растекались по всему телу. О, блаженство! И правда помогает. Лягу я спать, а завтра поеду в деревню. Уже месяц не был у родителей. Убрав бутылку в холодильник, я отправился на диван. Вдруг неожиданно для меня раздался звонок в дверь. Кто это на ночь глядя? Подумал я. Надев шорты и футболку, пошел к двери. Посмотрел в глазок. Не может быть! На лестничной площадке стояла Саша. Я прикусил нижнюю губу от волнения. Поворачивая ключ в замочной скважине, я не знал, что говорить. Дверь распахнулась. И меня ослепила красота ночной гости. «Привет!» Прозвучал тонкий, ласковый голос Александры. «Привет!» «Ты как меня нашла?» «На день рождения был твой одноклассник Федор. Он мне и рассказал, где ты живешь. Федька? Сидоров? Рыжик? Я еще со школы знал, что ему нельзя доверять тайны. Ох он, рыжий!» Сдал меня. Мы рассмеялись. «Проходи!» Все обиды и злость вмиг куда-то исчезли. Я отошел от входной двери на несколько шагов. Мой взгляд упал на букет орхидей. «Сашка!» Прокричал я. «У меня для тебя подарок. Закрой глаза!» Саша закрыл глаза, спиной облокотилась на входную дверь. На лице у нее была улыбка. Я начал говорить обжигающие душу слова. Сейчас уже и не вспомнить, что я там говорил. Но могу заверить, что это было, да ужас, романтично и красиво. После всех сказанных слов я заслужил нежный, сказочный, ароматный поцелуй. В деревню, как вы догадались, на следующий день я не поехал. А поехал к родителям только через неделю вместе с Сашкой. Через пять месяцев я вновь встретил цыганку на рынке. Я покупал букет алых роз для Александры. Как загадочное, я до сих пор задаю себе вопрос. Знала ли цыганка мою судьбу? Одно лишь могу сказать. Я счастлив. Продолжение следует...